всем привет это геннадий терновский видео номер два для сборной россии по биатлону братья и сестры по оружию я надеюсь моё первое видео хоть немного вам помогло хоть кому-то я решил записать еще одно видео вспомнил две истории которые могут вам помочь я сейчас расскажу эти две истории вам это реальные две истории которые реально произошли и они могут вам помочь возможно кто-то слышал эти истории по крайней мере может быть одну историю слышали вот но еще раз послушать будет не вредно вот итак первая история произошла с каким-то великим известным математиком имя его не помню это было не интересно и не суть в этом вообще она произошла с ним студенческие годы он проспал на лекцию пришел когда лекция уже шла там была самом разгаре он сел за парту на доске были написаны две задачи он быстро переписал в тетрадь лекция закончилась там занятие закончилось он пришел обратно вообще бы там дела подел и начал решать не решает и так и так не может очевидно пока он отсутствовал преподаватель что-то рассказал решение какое-то чего он не услышал поэтому не может решить но все равно он продолжал там искал 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 и скал кое как он решил эти задачи пришел на следующий день преподавателю говорит вот так и так еле решил не знаю правильно неправильно дал профессору тетрадь тот посмотрел и чуть не упал со стула оказывается пока он отсутствовал профессор дал классу всем аудитории дал примеры нерешаемых задач из раздела математики нерешаемые задачи эти задачи не смог решить даже энштейн а студент математик смог почему возможно кто-то догадался но ответ чуть дальше вторая история возможно именно эту историю многие кто-то из вас слышал потому что я ее писал в различных пособиях предложениях вот она значит существует так называемая оксфордская миля 1692 метра метра по моему ее там бегают там с каких-то не знаю может там с 19 века может там с 18 века я думаю наверное с тех пор как оксфорд основали возможно может чуть-чуть не важно вот в общем с тех пор когда ввели уже замеры результатов появился секундомер начали замерять в общем максимально быстро как могли пробежать спортсмены эту дистанцию было 4 минуты все пытались выбежать из четырех метров ни у кого не получалось 10-20 я думаю несколько десятилетий учитывая концовку истории наверное лет 50 точно не могли выбежать в общем поставили на ней резолюцию предел человеческих возможностей выбежать невозможно все и все как бы задвинули но в 51 году английский студент медик Роджер Баннистер решил побить эту дистанцию побить эти это время он занимался легкой атлетикой выступал за сборную страны но звезд с неба не хватало там была третья по-моему не знаю чемпионом я читал то ли вторым то ли первым но опять же за все время но как бы не особо он там был большим таким чемпионом но он решил побить эту дистанцию и он долго тренировался в течение года бегал физически но самое главное психологически готовился настраивался на эту дистанцию каков итог этой истории вы скажете ну наверное пробежал конечно пробежал смысл мне рассказывать тогда эту историю но итог не в этом несколько десятилетий 50 может больше лет никто не мог пробежать выбежать из 4 минут помните но как только Баннистер в 52 году пробежал ее уже в следующем году этот же результат то есть выбежали из этого времени уже больше 30 человек а в течение второго года более двухсот почему потому что как только он пробежал сразу был снят невидимый барьер здесь в головах у людей был снят все когда считаешь невозможно как только вот эта вот установка барьер невозможно был снят исчез и люди смогли это сделать то же самое в первой истории студент смог решить задачу потому что он отсутствовал когда сказали что это невозможно подсознание не приняло эту установку невозможно он считал что это возможно а подсознание сильней мощнейший компьютер во вселенной ну кроме самой вселенной он может найти решение любой задачи вот у нас огромное количество установок в голове и они есть у вас они есть у меня я работаю над ними целенаправленно нахожу эти ограничивающие установки уничтожаю перепрограммирую вот это конечно надо делать и вам ну это такой трудоемкий процесс такой довольно долгий надо знать что делать как делать вот конечно сейчас не смогу научить но само осознание того сейчас послушав истории что возможно все уже может снять какие-то барьеры у вас в голове уже сейчас я хочу чтобы вы осознали что вы можете намного больше чем вы сами о себе думаете уберите из головы эти барьеры вы можете намного больше каждый из вас может быть чемпионом поэтому ждем от вас побед верим в вас удачи пока 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 смотрите